Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим пирог из киселя. Быстро, просто и очень вкусно! Этот пирог может послужить основой для торта. Итак, для приготовления нам потребуется 100 грамм муки, пачка киселя весом 220 или 250 грамм, 3 крупных яйца, чайная ложка с горкой разрыхлителя теста. Готовится все очень просто. С помощью миксера я буду взбивать на кухонной машине нам необходимо взбить 3 яйца в пышную пену. Взбиваем не менее 4-5 минут. Начинаем взбивать на небольшой скорости, постепенно увеличивая скорость. Итак, через 5 минут у меня вот что получилось. Достаточно пышная масса. Теперь сюда добавляю клубничный кисель и уже на маленькой скорости просто перемешиваю. В муку добавляем чайную ложку разрыхлителя теста, слегка перемешиваем и муку с разрыхлителем просеиваем в яичную массу. Вмешиваем муку обязательно лопаточкой уже. Все перемешиваем в одном направлении снизу вверх, как бы приподнимая. Итак, вот такое тесто должно получиться. Будем выпекать. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом дно и бока. Выливаем тесто. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка 1 час. Нажимаем старт. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой пирог. Отключаем подогрев. Через 5 минут будем доставать. Достаем пирог с помощью корзины пароварки. Сам пирог получается невысокий, потому что состав ингредиентов совсем маленький. Поливаем готовый пирог сгущенкой или вареньем. У меня сгущенное молоко, собственно, производство. Сахар мы не добавляли, то есть достаточно сахара, который содержится в киселе. Смазываем. Сверху я посыплю кокосовой стружкой. Можно еще раз сказать украсить вареньем, глазурью, ганашом. Вот так выглядит пирог вблизи, в разрезе. Как вы видите, он достаточно воздушный, пористый, благодаря крахмалу, который содержится в киселе. Несмотря на малое количество ингредиентов в составе, пирог получается вышиной около 4 сантиметров. Благодаря тому, что мы сверху посыпали его кокосовой стружкой, пирог получился очень вкусным и ароматным. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!